Думаю, все слышали и не раз, что наша система здравоохранения немножко несовершенна. И вызову врача на дом тому полное подтверждение. Таким образом, складывается впечатление, что у нас медицинская помощь очень доступна. Но это совсем не так. И сегодня я хочу с вами об этом поговорить. Кто меня не знает, меня зовут Лиза Нагорская, и я врач-педиатр. В Российской Федерации люди думают, что медицина бесплатная, потому что мы не платим ничего после того, как мы были на приеме или нам взяли кровь. Все это потому что, вот, например, как за рубежом, мы пришли на прием, и нам могут, например, после вызова скорой выставить такой счет, не совсем приятненький. Вот пример. В этом видео покажу вам, сколько стоит попасть в США в отделение скорой помощи, если ты турист без местной страховки. Ко мне приезжала мама из другой страны, и в один день она почувствовала себя не очень хорошо. Мы позвонили ее доктору, и он сказал, что симптомы выглядят плохо, и чтобы я отвезла ее в отделение скорой помощи. Что я и сделала. Доктора и медсестры были очень добры к нам. Сразу сделали много тестов, проверили сердце, проверили кровь, и даже сделали КТ. С мамой, слава богу, все было в порядке, поэтому через пару часов нас уже отпустили домой. Через две недели начали приходить счета. Вот первый из госпиталя. Изначально счет на 11222 доллара, после скидки, как для человека незастрахованного в США, 2326. Счет от врача 24 доллара. Это вообще какой-то непонятный счет на 1166 за компьютерную томографию, 458. Итого 3974. У мамы была туристическая страховка из ее страны, поэтому сейчас мы все посылаем туда, и будем надеяться, что хотя бы частично нам это все покроет. Обязательно имейте с собой страховку. Это происходит потому, что за рубежом страховые компании оплачивают медицинскую помощь, но не целиком, то есть частично. И какую-то часть могут не оплатить, и пациенту придет чек, пациенту придет сообщение на почту и так далее о том, что он должен оплатить еще вот столько-то за оказанную услугу. Мы, когда в Российской Федерации приходим к врачу, нам не выставляют никакой счет, у нас все покрывается страховой. И поэтому есть полное ощущение у пациентов, что наша медицинская помощь абсолютно бесплатная. Но это не так. И когда ты видишь, что это все бесплатно, у тебя складывается ощущение, что можно использовать это все больше и больше. Причем больше, чем тебе на самом деле необходимо. И это создает огромную, непосильную нагрузку на врачей. И прежде всего на первичное звено, на поликлинике, на скорую помощь и на приемный покой стационаров. Дисклеймер. Это видео важно посмотреть не только врачам и студентам-медикам, но и пациентам. И если эта тема вызывает у вас много эмоций, то я предлагаю досмотреть вам это видео до конца. В СМИ очень часто появляются различные новостные заголовки о том, что на врачей нападают. В том числе это случается достаточно часто и на вызовах. Вот один из громких, одно из громких убийств, которое произошло на вызове, это убийство Елены Федоровой. Это участковый врач-терапевт, молодая девушка. Она пошла на вызов и в подъезде ее убил какой-то неизвестный, ударив 30 раз ножом. И это просто немыслимо. После этого многие врачи стали делиться своими историями и историями опасных вызовов, потому что это не редкость, повторюсь, к сожалению. Создали даже телеграм-чат, называется он «Защиту медикам». Создали петицию, и многие подписали ее, но, к сожалению, петиция это не законопроект, и петиция не нанесет официальный запрет или какие-то наказания. То есть это не закон, это всего лишь петиция, к сожалению. И я эту тему, тему вызовов на дом, очень часто поднимаю в своем блоге, потому что я знаю, насколько это откликается врачам, насколько это тяжело и неправильно. И многие не понимают, многие пациенты не понимают, почему это неправильно. Вот хочется об этом сейчас поговорить побольше. И опять же хочется дать вам не только мое мнение, но и рассказать, что думают другие врачи. Я собрала мнение различных врачей, кто-то побоялся рассказать свою историю, даже просто с заблюренным, с измененным голосом, но вот просто такая у нас система, врачи достаточно запуганные. И кто-то поделился, спасибо большое, я хочу этим сейчас с вами поделиться. Смотрим. Я врач-педиатр, и на одном из вызовов произошла неприятная, опасная ситуация. Отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения удерживал меня и отобрал телефон. Ребенку было 6 месяцев, температура 37,3, ну примерно 35, и влажный кашель. При аускультации я выслушала хрипы, и учитывая обстановку дома, было очень грязно, бетонный голый пол, валялись на полу игрушки, одежда, вещи. В квартире было очень грязно, и стоял неприятный запах. Я посчитала нужным госпитализировать ребенка и не оставлять его в опасной ситуации. Объяснила это папе максимально тактично, что я сейчас оставляю направление, вызываю скорую помощь, их госпитализируют. Он был крайне недоволен этим. Сначала он ругал просто всю систему здравоохранения, потом он начал оскорблять меня, что я не хочу работать, что мне лень, что я хочу просто спихнуть в стационар. Я ему продолжаю максимально тактично объяснять, что состояние ребенка требует дальнейшего обследования и лечения. Соответственно, следующий этап, он почему-то решил, что я должна их отвезти сама в стационар. Я объясняю, что хожу пешком, машины у меня нет, я вызываю скорую и их госпитализируют. Он был этим крайне недоволен, и я понимала, что диалога конструктивного здесь быть просто не может. Оставила направление и направилась к выходу. Он скачал с места, подбежал к двери, закрыл ее, сказал, что я тебя не выпущу. Я взяла телефон, говорю, я сейчас вызову полицию, ПДН. Он у меня, естественно, этот телефон выхватил. Продолжила оскорблять, я очень испугалась, я не знала, что мне делать в этой ситуации. Начала просто кричать. Девочка старшая, которая находилась дома, старший ребенок, она начала плакать, уговаривать его, чтобы он меня выпустил. Он сказал, что она не хочет, чтобы пришла полиция в очередной раз, то есть, видимо, уже приходили. Он кинул телефон мой на пол, на этот бетонный. И как бы я его быстро подхватила, начала звонить. Все это продолжалось дальше, с оскорблениями, с матом. И он пошел, ну, как бы кинулся успокоить ребенка, либо он хотел ее ударить. Я не поняла, правда. То есть, он как-то к ней прям вот побежал, к старшему ребенку, который плакал. И, соответственно, я быстро побежала к двери, открыла ее и выбежала из квартиры. Меня очень удивила реакция руководства. Прям вот прямая речь. Ну, с тобой уже ничего не случилось? Ты же живая, он же тебе ничего не сделал. Всем привет, меня зовут Шакирова Милевша, я участковый врач-педиатр из города Казань. Мне тяжело об этом говорить, но в моей жизни был опасный вызов. Быстренько расскажу контекст, чтобы было понимание. В общем, вызов был с жалобой на боль в животе у ребенка. Пресс смотрит, ребенок был очень активный, без температуры. Аппендицит я исключила. Обнаружив лишнюю значительную заложенность носа, я назначила, естественно, симптоматическое лечение. В ответ на что, получила просто массу негатива, нецензурной брани и угроз от родителей этого ребенка, поскольку они были уверены, что у ребенка аппендицит. Но я думаю, что это была просто их отмазка, чтобы уйти в запор, поскольку они были в неадекватном состоянии. Состояние опьянения алкогольного или наркотического, я не знаю. Но, как я это поняла, после того, как они закончили свои угрозы, они решили встать со своих мест и начали вот так из стороны в сторону ходить по квартире, тем самым перекрыв мне выход из квартиры. Но их жутко шатало, поэтому я не знала, чего от них ожидать. А конфликт, собственно, сам конфликт, случился не только потому, что я не поставила аппендицит их ребенку, но еще и потому, что отказалась выписывать анализы на бумажном бланке. Как раз незадолго до этого, за пару дней буквально, пришел новый приказ о том, что теперь все анализы должны проходить через нашу электронную систему. То есть анализы, которые выписаны на бумажном бланке, они просто будут недействительны. Ну вот, собственно, вся история. Выпустили меня из квартиры только после того, как я выписала эти анализы на бумажном бланке. Слава богу, что я осталась жива, что я смогла оттуда выбраться. Но сразу же после того, как я вышла, у меня случилась буквально истерика. Я рыдала и тряслась. На улице было минус 25. Это было ужасно. Я никому не желаю такое пережить. Надеюсь, помолюсь, что когда-нибудь в нашей стране вызоват меня. По поводу опасных ситуаций, которые у меня бывали на вызовах. Меня один раз вызвали в квартиру в такой панельный дом. Мне очень благоприятную семью благополучную. алкоголиков. И там был повод для вызова. У него перестали ходить ноги. Удивительно. Почему же так получилось? Ну, в общем, пришлось идти. И в какой-то момент им показалось, что я как-то не так его осматриваю. Что я что-то делаю не то. И женщина, я не знаю, кем она там приходится данному пациенту. Она стала закрывать дверь. Неадекватно орать на меня матом. Пытаться меня схватить за мою верхнюю одежду, за свитшот, тянуть. Только когда я сказала, что я сейчас вызову милицию, я не шучу. Они маленько присмирели. И мне удалось выйти. Еще такое было, что вызывали на сломанную ногу у мужчины. Хотя, не знаю, зачем тут участковый терапевт. Но вот так вот они посчитали нужным сделать. И мужчина, ему, значит, сломали ногу соседи сверху. И они спустились во время того, как я его осматривала. Соседи сверху. Я не знаю, что с ними было. Пьяные они были или еще под действием каких-то пав. Потому что они вели себя неадекватно. Они лезли в квартиру. Пытались снова начать драку. Естественно, со мной тоже. Мне пришлось закрывать вместе с этой женой квартиру. И вызывать полицию. Только когда она приехала, мы вместе смогли покинуть помещение и спуститься. Было такое, что меня вызывали к пожилому человеку. По-моему, у него было ДДЗП обострение или что-то такое. И он хотел МРТ всего тела. Я говорю, что извините, это вообще нецелесообразно. Ну, я не буду такое направление выдавать. И он обозвал меня дурой, идиоткой. Еще он что-то там сказал. И кинул меня в кружку. Конечно, оскорбление это не к опасным относится ситуациям. А больше к неприятным. Но все равно. Если бы на эту кружку мне попал в голову. Нанес мне какое-нибудь увечье. То есть, вот, по-цыганские всякие поселения. Я вообще промолчу, где нет ни адреса, ни дома. Ходи, броди, смотри. У меня там один раз чуть не украли сумку и телефон. Это, конечно, тоже больше к неприятным относится ситуация. Но, знаете, непонятно, что у этих людей в головах. То есть, вызовы однозначно нужно запретить. Они не несут никакого абсолютно смысла. Люди у нас привыкли. Они вызывают на сопли. Ну, буквально на сопли, на температуру. И там ни разу не было такого, чтобы я сходила на вызов обоснованный. Вот ни разу такого не было. После этого я сказала, что я на вызовах ходить не буду. Я напишу заявление об увольнении. Если вас это не устраивает как руководство, я буду сидеть только на плановом приеме. И мне пошли навстречу, и с тех пор я на вызовы не ходила. Но их просто не должно существовать. Это мое мнение. Добрый день, и это моя история трэш-вызова. Все как обычно. Причина, кашель, температура. Мальчик 10 лет. Прихожу на вызов, звоню в домофон. Мне открывают. Захожу в квартиру на этаже. И вижу полный трэш. Обоев нет. Пола нет. То есть, вокруг только одни торчащие непонятные доски, которые должны быть под каким-то, наверное, покрытием. Я не знаю. Кухня и ванная в разрухе. Половина плиток нет. Как будто бы тут была война. Все в грязи, в плесени. Черное, неотмытое. Везде какие-то куски непонятно чего. То ли это ткань, то ли это опять грязь, то ли самый настоящий ужас. Мать не включает свет, но я вижу, как на нее падает свет с окна. Однако лицо не освещает. Я спрашиваю, где ребенок. Она говорит, придемте за мной. Мы проходим в комнату. В комнате мы оказались абсолютно одни. Я повторяю свой вопрос, где ребенок. Она поворачивается ко мне, и я вижу, что у нее взгляд нездорового человека, то есть психически нездорового. Она начинает свой рассказ с того, что вчера она подралась со своей матерью, с бабушкой ребенка, что бабушка пинала ее в живот и показывает мать свои руки, как будто бы изрезанные ножом, то есть с них там льется кровь. Она говорит, ребенок сбежал, посмотрите, пожалуйста, мои руки, и делает шаг вперед. Я оттуда убежала, наверное, со скоростью света, просто сразу же оттуда в поликлинику, вызывая по пути полицию, вызывая по пути опеку. В этот же вечер сообщают, что мать госпитализирована в психиатрическую больницу с обострением шизофренического расстройства дети переданы в детский дом. С тех пор в течение двух недель я не могла ходить на вызова, я отказывалась от них. Когда начала отходить, ходила только с водителем, и водитель заходил ко мне в квартиру. Да, недовольств было много, но я не могла справиться с тем, что у меня трясутся руки, как только я захожу в чью-либо квартиру. Историй про опасные вызовы достаточно много, к сожалению, и будем надеяться, что в скором времени или хотя бы когда-нибудь это изменится. Вот, например, недавно в Госдуме собрали круглый стол и обсуждали вопрос защиты медицинского персонала. Ну, давайте будем надеяться вместе, но вызовы насколько опасны, настолько и бесполезны. Да, да, действительно, вызовы врача на дом по большей части абсолютно бесполезны. Сейчас многие, наверное, удивятся, но давайте поподробнее. Что врач, участковый педиатр, например, я, да, я работала в поликлинике, или что участковый терапевт может сделать на дому? Мы не берем инвалидов, мы не берем патронаж к малышам новорожденным. Что мы можем сделать на дому? Мы не можем взять кровь, мы не можем сделать УЗИ, ЭКГ, снимки. Мы ничего не можем сделать на дому. Абсолютно. Мы на дому также беспомощны. Поэтому мы ждем вас у себя, на нашей территории, где мы можем вам помочь, оказать помощь. Некоторые пациенты банально ленятся идти в поликлинику. Вот просто лень идти. Холодно, плохое настроение. Вот дядьки 35-летние лбы вызывают врачей на дом, просто потому что температурка. Таня, ты когда придешь домой? Меня нужно перевернуть, чтобы мне не было пролежней. Температура все еще так же держится высокая. 36,8. Капец, какой-то просто. Как такую температуру сбивать? Просто потому что сопли. Ну как такое возможно? Это абсолютно потребительское отношение к врачам. Более того, подавляющее большинство вызовов на дом абсолютно необоснованы. Температура 37. Мамы врут, что у ребенка температура 39, и она не сбивается. Действительно врут диспетчеру. И потом мы приходим, и нам мама говорит, да, ну, температура 37, ну вот цепушка, ну не знаю, больничный надо. Ну то есть, понимаете, насколько в системе много проблем, что врача, который должен, блин, вести прием, у меня 60 человек на приеме. И мне нужно потом, вне работы, непонятно до скольки, бежать на вызовы. Этих вызовов, особенно в сезон ОРВИ, может быть огромное количество. 30, 40, сверху, 50. Мы часто совмещаем несколько участков. И мы ходим, большинство педиатров ходят ногами по этим участкам. И эти участки далеко, не всегда находятся в трех минутах ходьбы от поликлиники. Это, видите, очень-очень грустно. И также не только с мамами, и также у терапевтов. Часто бабушки вызывают или дедушки, да, вызывают на врача к себе домой. Просто поговорить, просто помочь, шторы повесить. Если вы думаете, что это приколы, то абсолютно нет. Я бы не была так категорично сейчас, если бы не видела это все своими глазами, не читала это и не слышала от своих других коллег. Просто посмотрите на комментарии докторов, которые ежедневно с этим сталкиваются. А еще доктор А рассказала свой топ-трех бесполезных вызовов. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я чуть больше года проработала участковым терапевтом в обычной поликлинике в городе Красноярск. Сегодня я расскажу вам одну такую типичную историю о вызове. Вызов на дом звучал как сахарный диабет, что-то такое. И обычно, когда ты идешь на что-то подобное, обычно совершенно разные вещи тебя ожидают. Прихожу, и в темной комнате на кровати лежал мужчина очень больших размеров. И когда я пришла, он даже не поднялся с кровати. Ладно, бывает. Я сажусь и начинаю опрос. При опросе они мне говорят, что они вчера были у заведующей, у нашей, и она предложила им положиться в больницу. Они отказались и вызвали сегодня меня на дом, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Окей, рассказывайте, что такое, что случилось. Пупочная грыжа достаточно большая. Действительно, я ее вижу. Прооперировать здесь естественно ее не могу. Поэтому говорю о том, что чтобы прооперировать такую грыжу, сначала нужно в поликлинику прийти, сдать анализы, подготовиться. И с этими анализами уже планово такая грыжа, конечно же, оперируется в стационаре. В поликлинику я не пойду, в стационаре я лежать не буду, потому что там курить запрещают. Ладно. Эта патология лечится только так. Ничего больше я вам предложить не могу. Здесь я прооперировать естественно тоже не могу. Окей, что вас беспокоит еще? У меня сахар 30. почему вы не вызвали скорую первая, потому что это состояние достаточно тяжелое. Скорую я вызывать не буду. Зачем ее вызывать? Ладно. Говорю, вы раньше ходили к эндокринологу, может быть. Нет, к эндокринологу не ходил, они тупые вообще. Говорю, хорошо, я вас могу записать к эндокринологу, сходите к эндокринологу, потому что это проблема, которая решается там. Нужно анализы сдать и так далее. Я не пойду к эндокринологу, почему он не приходит на дом? Я объясняю, что на дом узкий специалист не ходит, потому что все эти истории либо решаются стационарно, если это экстренные истории, либо же если это не стационарная и не скорая история, то это абсолютно спокойно можно решить амбулаторно, на что соответственно я получила полное непонимание. из дома он выходить не хотел, потому что его слов и со слов его супруги он даже до туалета добежать не может, но к слову говоря, у него вполне себе развитые мышцы были на ногах и в комнате не было никаких тар для экскрементов и в комнате не пахло так, как пахнет у действительно лежачих больных, уж мы-то терапевты таких больных очень много видим. поэтому абсолютно он не был похож на человека, который не ходит, поэтому скорее всего конечно же он ходит и конечно же это все какие-то очень плохие придумки, которые нужны для того, чтобы ничего наверное не делать. Ну вот в целом с этого вызова я вышла вообще без какой-либо пользы, потому что все варианты которые я предлагала отвергались и в целом я не совсем поняла зачем вообще был этот вызов если до этого они уже советовали с врачом и в целом она им все верно сказала. Ну вот так вот бывает к сожалению и к сожалению этот вызов не мог быть отсечен еще на этапе самого звонка и вызова на дом. Вот такая история. Спасибо. Прошло почти три года дежурства суббота вызовов 16 штук все они разбросаны по разным концам ходить нужно пешком и не важно что ты можешь задержаться выйти за рамки 6-часового дежурства вызов к ребенку возраст примерно от 9 до 12 лет точно не помню живу в двух шагах от поликлиники вызов на температуру открыла дверь бабушка я разделась попросила смотреть ребенка у порога объяснила тем что вызов много она начала на меня кричать пошла вон я сказала хорошо давайте пройду я смотрю где хотите на что она кричала на меня и говорила не нужно и повторяла пошла вон начала выталкивать меня из квартиры хватая за руки выкинула мою куртку и рюкзак я извинилась но это не помогло у меня был шок я плакала позже руководство обвинило меня в случившемся мне пришлось написать объяснительную то есть меня обвинили в том что я не оказала помощь в плане не пришла в квартиру и не осмотрела ребенка в комнате так что оказалась вот виноватой в этой ситуации надеюсь это хоть немножечко заставит задуматься пациентов не всегда не при каждом чихе вызывать врача на дом если у ребенка температура прежде всего попробовать ее сбить использовать физические методы митикаментозные знать сколько ребенку действительно нужно по его весу препарата подождать посмотреть сбивается или нет посмотреть динамику если эта ситуация не критичная вы должны знать красные флаги не надо вызывать врача на дом у опасности и бесполезности вызовов есть другая сторона тотальная уверенность пациентов и их родителей в случае педиатрии что врачи абсолютно охамели обнаглели и не хотят выполнять их работу за которую им платят деньги да еще и наверное большие деньги я получаю очень много хейта от мам болеющих детей вы можете видеть скрины это просто ежедневно когда я выкладываю что-то на эту тему я встречаюсь вот с таким и мамы считают что совершенно нормально вызвать ребенка врача на дом и вообще скорую помощь на просто температуру да еще раз важно знать красные флаги но далеко не каждая температура абсолютно далеко не каждая температура нуждается в вызове врача на дом и осмотре все что вам нужно сделать это оценить состояние ребенка как мама дать жаропонижающее в нужной дозировке не кутать ребенка использовать физические методы охлаждения посмотреть мой блог почитать красные флаги быть готовыми и дальше идти в поликлинику если это необходимо если нужно будет сдать кровь если нужно будет сдать снимок и так далее нельзя вызывать врача ну на всякий случай послушать ну так нельзя так это не работает не нужно бояться идти в поликлинику нет вы там никого не заразите поликлиника создана для приема больных пациентов есть отдельные дни когда мы принимаем малышей и это называется день здорового ребенка и есть отдельно боксы куда вы можете обратиться за помощью когда у вас у ребенка или у взрослого человека ОРВИ и в этом вся суть поликлиника не для здоровых деток изначально ну то есть когда мамы нагло потом приходят в день здорового малыша с сопливящим ребенком и сидят в очереди с малышками ну там за справочкой ну там спросить доктора почему-то ни у кого это не возмущает хотя меня очень возмущает а когда мы боимся пойти в поликлинику потому что там заразим кого-то и заразимся сами ну нет поликлиника для вас создана и для взрослых и для детей хождение врача по вызову более того физически очень сложный процесс особенно вспоминаю Новосибирск зима минус 30 сугробы которые не чистят кайф выходишь с одного подъезда потеешь пока идешь выходишь заходишь в другой подъезд и так далее причем вызовы на дом одинаково стоят в одной очереди в очереди с патронажами и этот патронаж еще могут кинуть попозже то есть ты выходишь на вызовы на дом пошел по детям ковидным не ковидным все вирусы собрал тебе дают еще патронаж новорожденного здорового и ты весь вот этот потный с 5-10 вызовами идешь еще и к маленьким новорожденным и осматриваешь их вот он страх заразить кого-то вот она бессмысленность системы вот они такие вот проблемы которые просто лежат на поверхности более того ненормированный график вызовов то есть вас могут например если вдруг есть водитель чаще это бывает например у меня это было на выходы когда ты обслуживаешь всех 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 тебе дают водителя ну в 3 часа дня может сказать слушай у тебя там еще 50 вызовов а у меня работа до 3 чао какао и ты ногами еще должен обходить кого-то как-то а это блин полгорода это невозможно физически сделать и ты звонишь и вот это распинаешься ой хрюму извините водитель бросил ну то есть это такой ну просто кошмар и по большей части когда это будние дни мы все ходим пешком своими ногами и нету такого что все 5 часов закрываем офис да поликлиничку и идем домой к своей семье пить чай отдыхать нет ты вот у тебя есть 50 вызовов ты должен их обслужить ходишь ты до 11 до 12 никого не интересует есть истории где врачи просто в сезон вызовов вызовов на дом в сезон урви ходят до полуночи это просто кошмар ну и вот этот ненормированный рабочий график из-за вызовов и их огромного количества и бессмысленности ведет к тотальному выгоранию врачей вот доктор А сейчас нам об этом расскажет всем привет меня зовут Аня я работала в поликлинике участковым педиатром два года два года работала очень сильно выгорела от всей этой медицинской темы и убежала оттуда так почему я выгорела вообще когда я начала выгорать наверное выгорать я стала после первого года работы когда началось лето и я поняла вот этот контраст между работой зимой и работой летом насколько тяжело работается осень зиму и весну и поняла что сейчас будет очередной эпид сезон и я его не выдержу я выдержала его со скрипом большим скрипом началось опять лето у нас увеличили продолжительность приема вот у нас был прием три часа сделали четыре и я подумала ага то есть сейчас начинается эпид сезон опять и мы будем еще дольше работать окей ну то есть как бы конечно Минздрав предполагал что это должно сделать нам наоборот проще больше людей приема меньше будут вызывать но я думаю все понимают что это бред вот поэтому поэтому да и по итогу в августе летом я уволилась уволилась не доработав год по целевому поэтому жду письма счастья от Минздрава вот так что хочу сказать к чему вообще почему я выгорела наверное поподробнее может быть вообще суть участковой педиатрии в том что ты ведешь прием и ходишь по вызовам по участку ну помимо этого там еще есть моменты типа спонсоризации ведения инвалидов ну и так далее но конечно основной аспект выгорания для меня это были вызовы и наверное совмещение участков то есть если ты ведешь прием своего участка ну это еще окей более-менее хотя это уже большой вопрос к этому потому что с моего участка могло пройти на приеме человек примерно ну не знаю 40-50 в эпидезон соответственно если это два участка ну где-то 80 человек через меня проходило нормально ли это какое качество у медицинской помощи будет в этом при этом ну большой вопрос да вот про вызовы выпить сезон я наверное могла пройти ну 30 в среднем ну если в среднем брать в среднем 30 наверное вызовов то есть ты 3 часа на приеме как-то быстро заполняешь потому что всех заполнить ну вот эти вот электронные карточки ты не успеваешь за прием ты после приема быстро их заполняешь вот и бежишь на вызыва и вызыва это уже бесконечно как душе угодно мой максимум я наверное ходила до 10 30 наверное где-то вечера да когда был была эпидемия гриппа примерно я так заканчивала ну в среднем может быть 9 самый мой рекорд по вызывам это были выходные выходное джурство я пешком обошла 48 вызов с 9 утра до пол десятого вечера ну я может быть за 10 минут съела какую-то булку за что лет не ходила вот вот так вот было весело соответственно ну я думаю понятно почему пришло выгорание потому что работать в таком режиме очень тяжело и ладно бы просто был такой режим к этому прибавьте пациентскую агрессию отсутствие каких-либо нормативов от Минздрава на которые ты можешь опираться и можешь сказать пациентам что вот или там не знаю администрация что вот я не буду это делать потому что вот у меня есть регламенты у тебя эти регламентов нет и тобой могут вертеть как хотят вот шантажируя целевым шантажируя документ документации или еще чем-либо вот ну и плюс конечно немногие рвутся на участке ну может быть сейчас ситуация изменилась в связи с целевыми и отсутствие и отсутствие возможности попасть в ординатуру но все-таки когда я работала было было мало занято вакансий участкового педиатра и соответственно у всех было по два участка и то есть вся работа x2 потому что идешь полноценно до участка вот такая вот история как говорится такие вот прыги я сама очень тяжело переносила именно это хождение по вызовам вот это хождение по домам по подъездам по квартирам чужим ну вот при всем уважении но это просто ужасно это просто кошмарно особенно когда к тебе относятся еще и как к какому-то обслуживающему персоналу вообще в целом нужно относиться ко всем адекватно но зная наш народ который считает я вот мне положено я налоги заплатил давайте ходить ко мне с утра до вечера когда с этим сталкиваешься ты просто морально тотально выгораешь еще и физически устаешь и подавляющее большинство врачей классных врачей уходят из поликлиники просто потому что вызовы это кошмар и отдельным блоком хочется затронуть работу скорой помощи здесь конечно говорить ого-го сколько но хочется обратить на это внимание если с вызовами с вызовами врача на дом мама еще немножко терпимо относится понимает что доктор ходит ногами и так далее то скорой помощи они беспощадны вообще и взрослые и бабушки дедушки мамы папы все то есть взрослые и маленькие пациенты это просто кошмар чаще всего еще и вызывают врача на дом и плюс сверху скорую то есть например я часто приходила и мне говорят а что вы уже пришли так у меня уже скорая была у нас нету связи скорая помощь это скорая помощь она нужна в максимально экстренных ситуациях если скорая помощь уже приехала мне никто не сообщает и вот сколько раз было правда прихожу только все скоро уже скоро приехала что пришли и это очень грустно я хочу прям зачитать вам отдельные комментарии по поводу скорой помощи это кошмар если вы никогда не читали не сталкивались с этим просто послушайте я своего ребенка по морозу не поведу это да родители например с температурами тащить больного ребенка в поликлинику невозможно больной человек должен лежать в кровати а не ехать в транспорте в поликлинику чтобы постоять в очереди это садизм вызываешь утром они ночью приезжают когда уже не надо они говорят случай не такой тяжелый температуру 40 можно самим сбить охерели просто простите это цитаты мне недавно подсказали что если после двух звонков в скорую они так и не приехали можно писать заявление в полицию и всем им всем хана все это комментарий маленькая такая часть комментариев мам о работе скорой помощи которая считается считает нормальным вызвать скорую ребенку с температурой 38 ну серьезно реальные комментарии реальные чаты мам они все есть в доступ мамы не стесняются привет меня зовут настя я работаю на скорой хочу рассказать как обстоят дела с вызовами у нас дело в том что скорая превратилась сейчас в амбулаторную службу на колесах хотя изначально подразумевалось что скорая должна оказывать только неотложенную помощь или экстренную которая связана непосредственно с угрозой жизни для пациента хочу сказать что скорая не имеет права выписывать ни антибиотики ни лечения ни справки все это делает только участковый врач но зачастую пациенты требуют именно этого чтобы им открыли больничный чтобы им выписали справку хотя по сути скорая не имеет права это делать все что остается нам это оставить актив для участкового врача на следующий день но просто представьте какую нагрузку на правоохранение это создает то есть человек с ОРВИ вместо того чтобы пойти в кабинет неотложной помощи человек вызывает скорую а затем скорая вызывает участкового врача когда человек мог пойти сам в поликлинику ему бы выписали лечение хочу как раз рассказать историю такого вызова мы приезжаем молодой человек 22 года жалобы на температуру и на кашель и он рассказывает что от него недавно уехала неотложка уехала неотложка и выписали ему лечение при этом лечиться они не начали в эту же секунду в дверь заходит его девушка с лекарствами мы спрашиваем а что вы собственно еще не начали лечение он говорит нет он говорит ну а зачем вы нас вызвали для чего он говорит ну вот у меня поднялась температура до 39 и я очень испугался и решил вызвать что вы тут сказать решил вызвать потому что испугался дело в том что такие вызовы очень часто висят по 6-8 часов потому что мы просто не успеваем их обслуживать все это связано с тем что вызовы наскоро ранжируются по срочности то есть первая срочность это самые срочные вызовы и в основном это ДТП а пятая срочность это совсем не срочные вызовы типа констатация смерти и вызов на температуру это примерно четвертая срочность то есть это не обязательно туда спешить потому что есть более срочные вызовы например инсульты инфаркты и в декабре была очень большая нагрузка именно на скорую помощь поэтому мы ездили сначала конечно же по самым срочным вызовам и зачастую еще люди очень недовольны почему же мы так поздно приезжаем и первый вопрос который они задают прямо с порога это почему вы так долго ехали в заключении мне хочется сказать что если действительно у вас какая-то очень срочная ситуация то проще обратиться в приемный покой самостоятельный а не ждать скорую помощь по 6-8 часов ну и теперь хочется ответить на все эти комментарии ну как же тащить больного ребенка ну как же я болею и ки самому куда-то с температуры хочется рассказать как это работает в другом мире в других странах потому что спойлер вызовов на дом почти нигде особенно таких доступных нету за рубежом я живу сейчас в Израиле здесь нет вызовов на дом наверное есть в каких-то частных клиниках или каких-то супер расширенных дорогущих страховках ну просто вызвать ворча на дом невозможно на тебя посмотрят как на странного человека либо скорая помощь если ты вызываешь скорую помощь и она была вызвана неоправданно ууууу тебе прилетит такая сумма что ты больше никогда не захочешь вызывать скорую помощь без точной надобности что же происходит с рубежом значит у меня я хочу поделиться своей личной историей она у меня есть подробно на канале вы можете ее посмотреть но я хочу рассказать как это было у меня значит у меня была ситуация достаточно страшная мне ставили под вопросом достаточно достаточно тяжелое системное хроническое заболевание утоиммунное которое постепенно убивало меня делало меня слепой и ухудшало мою жизнь у меня были шум шумы в ушах у меня болела голова в общем жить было достаточно тяжело что было сделано здесь итак я обратилась к своему терапевту здесь это можно сделать онлайн это классно это момент я знаю многие напишут про больничный лист что ну я знаю как лечить своего ребенка я знаю как сам могу полечиться но мне нужно для работодателя больничный лист и это я прекрасно понимаю это минус огромный минус нашей системы потому что здесь я могу просто позвонить ну специально не по телефону врачу а по приложении специально заказать очередь это достаточно быстро день в день можно созвониться даже не со своим врачом а просто с врачом-терапевтом тебе дадут больничный лист и также больничный лист когда твой ребенок болеет три дня минимум тебе дадут далее после трех или пяти дней нужно все равно прийти показаться и где-то пообследоваться в здесь это называется купат холим ну в общем в поликлинике что было со мной у меня было не ОРВИ у меня была ситуация похуже значит я очень плохо видела мне было очень плохо что я делала я отправилась к терапевту терапевт достаточно экстренным путем выбил мне место офтальмолога хотя достаточно здесь это сделать сложно многие жалуются что за рубежом сложно попасть к узкому специалисту и это правда это правда так я попала на следующий день к узкому специалисту потому что у меня была тяжелая ситуация и узкий специалист сразу дал мне направление на стационар я поехала своим уходом на автобусе в стационар что делать у меня нет машины я плохо себя чувствую доехала там в стационаре в приемном покое я просидела очень много времени мне взяли кровь мне сделали сити это КТ головного мозга меня посмотрел невролог офтальмолог и я провела где-то там 8-10 часов это было достаточно комфортно потому что там есть такие полукровати диваны там есть там разносят еду там есть магазинчик где можно купить какие-то какие-то обеды ужины и в этом плане все было вполне неплохо да ты полностью теряешь день да тебе если конечно совсем плохо у тебя инфаркт миокарда конечно тебя отправят сразу там на стентирование ну на какое-то лечение в общем понятно но что было со мной я была не острая так скажем да не острый пациент я не умирала но мне было фигово мягко скажем и собственно меня дали вот после всего вот этого да мне сказали да тебе нужно госпитализироваться дальше я госпитализировалась дальше была супер классная история мой диагноз сняли меня прооперировали у меня здесь дырочка в голове была и сейчас я чувствую себя супер классно здоровым человеком и записываю вам как раз видео про вызовы на дом в общем здесь у меня сложилась вот такая история да я вам обрисовала что говорят пациенты давайте посмотрим потому что когда мамы из России переезжают в другие страны или ну просто пациенты да взрослые они мягко удивляются что вызовов на дом нет а как тогда лечить ребенка вот давайте послушаем всем привет меня зовут Марго я живу в Израиле около города Тель-Авив и у меня есть ребенок которому один год и почти 9 месяцев Лиза попросила меня записать видео о том как я справляюсь без функции вызов врача на дом который есть в России если честно в России у меня не было детей поэтому может быть я не могу сравнивать да но мне нравится эта система которая здесь есть в Израиле что мы можем делать да исходя из состояния ребенка то есть за все за все эти почти 2 года конечно у меня ребенок болел несколько раз и были сложные болезни что мы делаем обычно если я вижу что у него сопли кашель небольшая температура то в целом я могу просто прийти записаться на следующий день к нашему семейному врачу и чтобы она его посмотрела и прописала нам то или иное лечение семейные врачи обычно находятся очень близко к дому либо вы можете выбрать их которые ближе к вам либо ну ездить куда-то вы можете записаться к любому врачу он за вами прикреплен за все время помимо этого вы можете также в приложении в телефоне написать сообщение врачу и сказать что вам что у ребенка как себя ребенок чувствует и вам прописали теленые лекарства например один раз у нас согноился глаз и я просто знаю что уже такое было и я знаю что ему может помочь так я написала врачу мне на следующий день прислали рецепт на таблетки в Израиле просто нельзя ничего купить без рецепта ничего это всякие антибиотики там мазь вот эта тоже считается с антибиотиком да то есть вот такие лекарства ты не можешь копить сам если я понимаю что он кашляет очень долго я хочу чтобы вы послушали конечно я пойду к врачу и не буду писать приложение в Израиле в пятницу в субботу врачи не работают то есть если я напишу сообщение в четверг в пятницу или там в субботу врач мне не ответит если мне нужна какая-то срочная помощь то есть другая услуга от страховки от больничной кассы которая у нас есть есть центры куда можно приехать они работают до 10 или до 11 вечера каждый день там есть врачи медсестры и там же можно сдавать все анализы они кстати для взрослых тоже работают мы туда ездили несколько раз когда мы понимали что Максу уже очень плохо высокая температура мы переживали и мы приезжали в эти центры там можно приехать на машине или на такси они есть почти в каждом городе там делают такой осмотр сразу дают направление на анализы в этом же центре делаешь все это стоит порядка 70 шекелей типа 30 долларов они также могут дать направление в больницу если они понимают что что-то серьезное с малышом то они дают направление вы едете в больницу в приемное отделение и там вас принимают просто так в больницу вы тоже по идее можете приехать но если это какой-то ложный ложный вызов то скорее всего с вас возьмут деньги то же самое за вызов скорой в Израиле не принято вызывать скорой постоянно здесь вызов скорой это реально что-то очень критическое и люди стараются везде ездить на машине или на такси к врачам или в больнице и что можно сделать еще можно поехать допустим если ночью ребенку плохо да и как я уже сказала эти центры работают до 10 до 11 ночью работают другие центры это называется терем терем и там тоже есть отделение для детей вы туда приезжаете они также могут дать направление в больницу если они считают что это что-то срочное но в целом в этом в этом месте вам тоже могут дать и рекомендации что делать и сделать анализы и все 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 что нужно за эти два последних пункта вы платите но это совсем маленькие деньги поэтому если вы считаете что ребенок себя очень плохо чувствует то конечно же нужно куда-то поехать и чтобы вам прописали лечение как мы справляемся без вызова врача на дом не знаю вот уже почти два года справляемся и в целом я особо не видела необходимости чтобы вызывать именно врача но насколько я знаю например у нашей больницной кассы у этой страховки есть опция частного вызова врача на дом это стоит адекватных денег потому что мы платим за эту страховку но в целом такая опция есть мы пользуемся один раз когда мы болели все когда у нас просто физически не было возможности у меня у мужа и у ребенка поехать куда-то ко врачу вот мы в таком случае вызвали врача на дом всем привет меня зовут Наталья я живу в Германии мы переехали сюда пять с половиной лет назад с моим мужем и двумя детьми сейчас им 6 и 8 лет и особенно мамы меня поймут что когда у тебя дети как правило у тебя постоянно что-то такое случается что ты должен быть на связи с врачом вот особенно сейчас такой период когда многие детки болеют я хотела рассказать о том как обстоят дела здесь с вызовами в Германии я буду говорить за нашу федеральную землю но это скорее всего по всей Германии так как здесь единая система здравоохранения здесь нет такого понятия и что это прекрасно мой личный опыт опять же я приехала из России из Подмосковья и мы несколько раз вызывали врача господи я просто не знала что на самом деле можно по-другому оказывается вот и я могу сказать что в принципе врач я сейчас не то что хочу что-то плохое сказать но на самом деле врач в принципе не мог нам оказать никакую помощь нам просто врач говорил завтра приходите в поликлинику на обследование да и действительно здесь такая система что если тебе или твоему ребенку вдруг плохо то ты берешь ты звонишь своему лечащему врачу ну то есть в клинику да и соответственно тебе говорят приходите во столько-то если это что-то экстренное тебе побыстрее время назначают но опять же время поделено то, когда могут приходить пациенты, которые больные, именно которые могут заразить других, они должны приходить в масках, родители должны быть в масках, дети в масках, врачи все в масках. Есть время, когда приходят по другим причинам, да, нельзя приходить туда, если ты заболел именно кашель, да, температура, сопли или что-то еще. Вот, соответственно, если у тебя что-то прям мега экстренное, ты берешь и едешь в больницу, да, и обычно бывает даже так, что ты приезжаешь в больницу, а тебе говорят, если, ну, могут даже посмотреть, ты рассказываешь, почему ты приехал, да, на ресепшене, и тебе говорят, вы сейчас езжайте к своему лечащему врачу. Ну, то есть это не та проблема, с которой сейчас вас будут в больнице, грубо говоря, обслуживать, да, что это может сделать ваш лечащий врач, взять те же анализы, оказать какую-то необходимую помощь, выписать лекарство, сбить температуру, то есть всем этим занимается или терапевт, или педиатр. Вот, соответственно, и как, вот в таком понимании вызова, то, что врач к тебе пришел, да не дай боже, и мне кажется, если рассказать это немцам, они, конечно, будут в шоке. Вот, ну и в самых крайних случаях ты можешь вызвать скорую, но на самом деле таких случаев не так много, и, как правило, вот что я смотрю, они больше выезжают к людям пожилым, да, у которых какие-то сердечные приступы случаются или что-то еще, и причем даже если человек сам уже не ходит, ничего, к нему не приезжает скорая, чтобы его привезти к врачу, есть специальные службы, куда можно позвонить, или обычно к ним нанимают социальных сотрудников, которые за ними ухаживают, вот, и они помогают им добираться, куда им надо. Вот, так что я очень-очень рада, что здесь нет вызовов, потому что я действительно вижу, насколько качественнее может быть медицина, насколько заинтересованнее и мотивирование могут быть врачи, и в целом я рада, что есть такое здесь понимание того, чем должен заниматься врач. Вот так, надеюсь, вам было полезно. На мой взгляд, это адекватная система, которая, самое главное, эффективно работает. Да, где-то не совсем комфортно для пациентов, тебе не приходят на дом, и тебе не нужно куда-то там тащиться, ты лежишь дома и делаешь свои делишки, ребёнок у тебя спит. Ну, да, нет здесь такого. Зато это эффективная в большинстве своём помощь и система. А разве не этого мы хотим для своих детей и для себя? Видите, что когда-то ситуация с вызовами на дом в России изменится. Насильно, ненасильно, но это должно меняться, потому что такая система создаёт лишь иллюзию того, что медицинская помощь у нас доступная, бесплатная и эффективная. К сожалению, к моему большому сожалению, это действительно иллюзия. И вызовы на дом, и вот эта вся система, которая связана с вызовами на дом, она вредит как пациентам, так и, конечно же, врачам. Она полностью обесценивает труд врачей, образование врачей. У врачей не остаётся никаких сил вообще на изучение чего-либо. И действительно, нас просто приравнивают к работе курьером. Я ничего не имею против курьеров, но курьеру честно платят за то, что он делает по часам. У него есть даже нормированный график и так далее. Врачи всё-таки немножечко другая специальность, и нас немножечко другому учили. Мы не можем эффективно оказывать помощь, когда мы скачем от подъезда к подъезду. Пожалуйста, задумайтесь. Врачи, напишите, так это вы согласны или нет. Мамы, напишите. Я знаю, что многие пациенты и мамы в целом понимают. И я вижу эти комментарии, когда мамы пишут, вы что, с ума сошли другим пациентам? Вы настолько обесцениваете труд, и вы хотя бы задумайтесь, что вы пишете. Нам пишут вплоть до пожелания смерти вообще, за то, что мы не пришли на какую-нибудь сопельку. Вот такая вот ситуация. Да, я, конечно, здесь критикую, потому что без критики невозможно поднять этот вопрос и показать, насколько это реально проблема. Какие есть способы изменить ситуацию? Что, я думаю, что можно предложить? Во-первых, это отмена вызовов. Так или иначе, постепенно, непостепенно, это должно случиться. Да, у нас есть группы людей, инвалидов, маленькие детки, хорошо. Я все прекрасно понимаю. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Большинство вызовов на дом – это не инвалиды. У меня было несколько детей-инвалидов на участке, кто действительно не ходил, кто был с гастростомой и страхиостомой, не дышал сам нормально, не питался сам. Действительно, у меня были такие пациенты, к ним ходить вопросов нет. Я, правда, могла ходить каждую неделю, потому что это ребенок, который нуждается в помощи действительно на дому. Но когда тебя вызывают на сопельку и встречает папа какой-нибудь в трусах, абсолютно тебя не считают вообще за человека, когда вот так вот тебя встречают, как не знаю кого, заставляют еще там, бахилы надевай, вам их дают, спойлер, большинству врачей не дают, разувайся у меня тут, тут вообще это чисто, и вот это все с гонором, когда на тебя это все валится, ты хочешь выйти из медицины. Вот что я хочу донести. Итак, второй момент. Если хотя бы не отмена вызовов, то, блин, введите вы штрафы. И я не говорю, как зарубежные штрафы, где просто тысячи долларов может быть штраф за такой вот неоправданный вызов, ну, введите вы небольшие штрафы, хоть 100, хоть 200, хоть 500 рублей. Для многих это будет действительно решающим моментом, я не пойду в поликлинику сами или просто справиться сами и не буду лишний раз дергать врача. Это правда. Просто введите хотя бы немножечко условия, когда вы можете вызвать врача, если это не те условия, не те причины, штраф, это будет честно. Повышение, да, третий способ, повышение уровня грамотности населения в целом. Как сбивать температуру? Как рассчитать препарат на килограмм, на килограмм веса ребенка? Как дать обезболивающий? Надо ли давать? Что делать при боли в животе? Что делать при диарее? Ну, какие-то базовые вещи, на которые нас постоянно дергают, но на самом деле это не нужно, население обучать. Красные флаги, когда мы вызываем, когда мы не вызываем, как лечить ОРВИ у ребенка, как лечить сопли. В большинстве своем вы знаете и вы можете это сделать. Врач не должен лечить такие простецкие ситуации. Ну, не для этого мы 6-8 больше лет учились, чтобы просто приходить, выписывать справочки и лечить соплики. Ну, есть намного более тяжелые ситуации, тяжелые заболевания, где мы действительно нужны. Осложнения, бронхиальные астмы, да, даже бронхиальная астма на фоне ОРВИ и так далее. Здесь мы должны помогать, да. Но никогда нужно запшикать в нос ребенку, понимаете? Население должно образовываться и везде. Не только от одного врача это должно исходить. Это должно системно происходить. Безусловно, если мы отменим вызовы на дом вот сейчас, вот просто разом. Лизногорская сказала отменять вызовы, мы отменяем. Конечно, все просто рухнет. Наша система рухнет, потому что у нас все держится вот на таких сопельках. Нельзя так сделать. Я прекрасно это осознаю. Что можно сделать уже сейчас? Ну, я сказала про штрафы. Вы можете кидаться в меня камнями, помидорами тухлыми, пожалуйста. Ну, это то, что действительно улучшит уже сейчас ситуацию. Дальше. Боксы. Везти везде боксы. Не во всех поликлиниках есть боксы. Это кошмар. Пациенты не должны контактировать, да. Если у тебя ковид, ветрянка, ну, ты должен идти в бокс. Это фильтры, боксы называются. Есть это в приемном покое. Не во всех поликлиниках есть. Я согласна, я понимаю, это очень грустно. Пожалуйста. Блин, кто-нибудь задумайтесь, что они должны быть везде. Это просто база, это норма. И даже вот эти два пунктика сделают нашу систему намного эффективнее, чтобы к врачу быстро смог попасть ребенок, чтобы быстро и эффективно оказывалась помощь. Делались тесты различные и так далее. Все это можно делать в поликлинике, кто бы этим только занимался. В любой медицинской системе есть плюсы и минусы. В любой стране есть плюсы и минусы. Я с этим абсолютно согласна. Но сейчас я говорю про систему здравоохранения именно в России. И есть плюсы и минусы, а есть абсолютное вредительство для всех. И это на данный момент вызовы на дом, которые в большинстве своем бесполезны, так еще и опасны. И ведут к выгоранию у многих молодых специалистов, которые просто уходят из медицины. Зачем мы столько, да, государство тратит денег на обучение молодых специалистов, которые просто 6 лет отучатся, придут силой в поликлинику, а дальше, если у них не хватило сил, баллов и так далее, пойти в ординатуру и заузиться в узкую специальность, они просто уйдут. Уйдут в IT, уйдут на Вайлберис продавать что-то, уйдут не знаю, хоть куда. Потому что просто не вывозят эту ситуацию. Зачем тогда все это, если врачей настолько не ценят в первичном как минимум звене? И безусловно, если отменить вызовы сейчас, как я уже сказала, все рухнет, поэтому нужно искать пути изменения медицины. Я уже выше предложила, что можно сделать. Более того, не зря говорят, критикуешь, предлагай. Я действительно здесь критикую. Но я сама и моя команда Медикум делает очень много и бесплатно, и платно для тех, кто хочет меняться в медицине. Для того, чтобы наша медицина изменялась в лучшую сторону. Мы каждый день, наша большая команда, делаем это уже как минимум 2 года. Что мы делаем? Мы делаем, помимо всех бесплатных ресурсов, которые у нас есть, которые многие знают, телеграм-каналы, ютуб-видео и так далее, мы тратим огромное количество ресурсов, времени и так далее, человеческих ресурсов на создание курсов с самыми крутыми лекторами для наших педиатров, для наших терапевтов, чтобы хотя бы где-то их обучали действительно классные лекторы, которые горят своим делом, которые за доказательную медицину и несут это в массы. У нас есть классная комьюнити, где мы боремся с выгоранием у наших врачей, где мы поддерживаем их, где врач не чувствует себя белой вороной, не назначая фуфломицины, работая, например, в поликлинике. Врачи после наших курсов преодолевают выгорание, находят поддержку и видят какой-то смысл дальнейший. На самом деле, мы и дальше будем продолжать менять медицину, улучшать ее, критиковать где-то, без этого никак, как вызовы на дом. И стараться, чтобы врачи все уже оставались в этой системе, росли, улучшались, улучшались их знания, и мы приближались к международному уровню. Ну, хотя бы так, если наша система этого не делает, будет делать команда онлайн-школы-медику. Я была рада с вами пообщаться, рассказать вам такую вот проблему, которая есть в здравоохранении. Напишите, что вы думаете. Коллеги, пациенты, просто мимо проходившие люди, напишите. Я уверена, что в комментариях будет куча бомбежки, хейта. Это база. Но я все это всегда читаю, преодолеваю. Я готова на это, чтобы просто наше здравоохранение как-то улучшалось. Больше человек задумывались об этом, больше родителей, больше пациентов задумывались о том, что ага, вызовы на дом-то оказывается не такая классная прямо штука. Поэтому расскажите внизу, что вас оттолкнуло, что вам наоборот понравилось, что бы вы предложили, какое у вас мнение на этот счет. Поделитесь своими историями опасных вызовов на дом, бесполезных вызовов на дом. Расскажите свои истории. Я думаю, это видео будет достаточно полезным. И перешлите его своим коллегам, перешлите своим пациентам, своим друзьям, перешлите его друг к другу. Пусть это видео будет в алгоритмах Ютуба выше и выше. Потому что это проблема, о которой, блин, ну надо говорить. Все. Спасибо большое. Остаемся на связи. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых классных видео. И пока-пока.